Самокат сложно назвать безопасным видом транспорта. Обычная поездка на двухколесном друге может обернуться ушибом или переломом. В таких случаях чаще всего страдают как водители, так и обычные пешеходы. В России депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км в час, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижением людям, достигшим 18 лет. Такие меры выбраны не случайно. Травматизм от самоката каждый год растет. ДТП с участием электросамоката, конечно, случаются и в Ульяновской области. Конечно, их в разы меньше, чем в столице или крупных городах. В прошедшем 2022 году в Ульяновской области с участием маломощных электрических транспортных средств произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести, среди которых один несовершеннолетний. Все они управляли электросамокатами. В текущем году подобных ДТП не зарегистрированы. Жители Ульяновска имеют разные мнения по поводу того, где безопаснее ездить самокатом. Но почти все единогласны в том, что на проезжей части электротранспортом не место. С одной стороны, как транспортному средству лучше по дороге, с другой стороны, как они такой объект повышенной опасности, но на пешеходной дороге тоже. Наверное, надо выделить полосу, как для велосипедистов, и по велосипедной полосе им ездить. Для нас, конечно, было бы пешеходам безопаснее, чтобы они по проезжей. А так, я думаю, ну, на проезжей как они будут кататься? Безвыходное какое-то положение. На проезжей опаснее? На тротуаре спокойнее как-то? Ты хотя бы примерно можешь предсказать движение людей, куда они идут, а машины не всегда поворотники включают? Вот лучше специальные дорожки, чтобы не подвергать опасности пешеходам. Ну, правильная часть, конечно, получена, но не так безопасно. А здесь они нам мешают. На тротуаре. Я вообще на них не ездила. Вам кажется, может быть, какую-то специальную дорожку для них нужно? Я думаю, стоит, да. Как в велосипедной дорожке есть, то есть отдельно? Конечно, вот это перебивайте все. Это тоже зависит от водителя, потому что машина не так может маневрировать, как прохожий. Специально выделенной полосе по проезжей части. Я думаю, то, что, знаете, как сделали с велосипедами, то можно так же сделать и с самокатами. Но все равно люди должны соблюдать какие-то правила безопасности. Мне кажется, специальная дорожка должна быть и для велосипедистов, и для тех, кто катается и пользуется этим видом транспорта. Но вообще это здорово, молодежи это очень нравится и, наверное, полезно. Там и там это все равно опасно. На дороге машины люди с них падают. И где пешеходы ходят, это то же самое. Они также с ним могут упасть, задеть другого человека. Я считаю, что вообще это небезопасно. Запресят ли кататься на пешеходной зоне любителям самоката, пока неизвестно. Как и то, будет ли сделана для них специальная полоса. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.